За то, что был звукарем, хорошую денюжку, плюсом я перестал в моменте, ну, тратиться на жилье. У меня раз деньги для всего появились, для того, чтобы ходить, кушать там, но тоже не шиковать. То есть я, например, на такси ездить каждый раз не мог себе позволить. Вместо этого я могу взять себе карту тройку и ездить. Конечно же, в час пик было неприятно ездить в этой всей толкучке, но когда тебя вообще абсолютно никто не знает, наушники одел и все, и тебе пофит на всех. Сколько тебе платили на студию? Как будто в день от 5 до 10 тысяч, типа, можно было заработать. Вот я, по-моему, я работал каждый день, ну, или почти каждый день. Да, ты мог заработать, получается, 300 косарей. У нас была, так сказать, одна трата, на которую мы очень много денег тратили. Это было топливо для творчества, да, лекарство, так сказать, лечебный кашель. Вот, и денег уходило очень много, типа, прям вообще капец, но зато музыка прям лилась. Ну, это я к чему говорю, я должен был после прослушивания постоянного от 16-летних, 15-летних, а то и 13-летних пацанов о том, что у них есть ламборгини, о том, что у них там кэш, они много курят. И вот ты смотришь на него, а человек приходит там в ветровке Демикс, и у него тут там на ногах газели. Видно, что с пластырем на, чтобы не отлипало, типа, подошва, да, и как-то ты слышишь, что у него ламборгини, и вот так вот сидишь с 11 часов утра и до 12, типа, вечера ты все это слушаешь, а потом садишься и такой, так, ну, надо за свою музыку, и у тебя в голове только все эти строчки, которые они за день произносили, вот так, как эта игущая строка, и она все у тебя бежит в голове, и ты такой, да, блядь, что делать? И вот как раз было такое спасение, типа, чтобы раз, и ты все забыл. Были те, кто приходил один раз, покупали у нас чуть ли не трек под ключ, то есть там вплоть до того, что просили даже текст купить у нас, типа, и говорили, что мы сейчас вложим в это огромные деньги, и это выстрелит. Но и таких было вот 80-90% всех посетителей студий, то есть там единицы были те, кто реально прикольный музыкант, и один из них был как раз музыкант Души Дужо, как раз таки, то есть этот чел, который приходил и прям, я хочу делать, я хочу, и Буши Дужо реально один из таких же, как я. И вот по сей день как бы Буши Дужо двигается с нами, хотя это один из первых клиентов студии Melon Music. Музыка плюс измененное состояние создает ураган. Цитата. Часто ли ты пишешь песни в таком режиме? Чего в животе шумагам, принимаюсь помизан, в состояниях, да, таких чуть далековатых от трезвости, да? Как говорит Паштехник, в расфокусе. В расфокусе, вот. На самом деле, да, я пишу, в принципе, музыки очень много, но это всегда в балансе, то есть, когда-то я писал почти всю музыку как раз таки в нетрезвом состоянии, когда-то, еще до этого я писал только лишь на трезвом. Я, конечно же, не рекомендую и не одобряю вообще использование вообще чего-либо. Я вообще из Минздрава. Ведь...